Семья Остров из города Флорешт в течение более чем 10 лет выращивает овощи в теплицах. Глава семьи признает, что бизнес приносит неплохую прибыль, но трудиться приходится очень много. Тяжело, очень тяжело. Нужно вставать рано утром и поздно ложиться. Нужно работать и работать. Когда работаешь в теплицах, нужно быть аккуратным. Это не как в поле взять сапу и прошуй. Фермер считает, что помидоры, огурцы, перец и другие культуры дают отличный урожай при правильном уходе. Фермерское хозяйство составляет полный цикл выращивания овощей. От рассады до продажи готовой продукции. Мы имеем три большие теплицы и две маленькие. В маленьких мы выращиваем рассаду, а потом пересаживаем в большие и выращиваем. А что делать с продукцией? Продукцию стараемся продать на рынке, а также продаем оптом. Юрий Остров охотно делится опытом с участниками семинара, организованного управлением сельского хозяйства и пищевой промышленности, в сотрудничестве с неправительственной организацией «Биотоп». В первую очередь нужно заметить, что это большая работа, а хозяин работает с помощью семьи. И я считаю, что эта работа под конец сельскохозяйственного года даст хороший результат. Участники семинара получили полезную информацию по хранению и продаже овощей и фруктов. И от консультантов Национального агентства по развитию села. Чтобы вывозить за границу продукцию, мы должны иметь прохладительные камеры. Когда мы собираем, мы должны ставить в такие камеры, а не в холодильнике. Также мы должны иметь комнаты для упаковки, которая должна быть сертифицирована, а также иметь свой бренд и этикетку. Фермеры отмечают, что для успешного выращивания овощей в теплицах и открытом грунте, помимо желания, нужны специальные знания. Данный семинар о производстве и выращивании овощей в закрытом защищённом поле. Как вы считаете, данный семинар полезен? Я считаю, что каждый семинар даёт пользу. Мы должны перейти на что-то совершенное. Каждый человек старается работать как может, но мы должны поменять менталитет и работать как все люди. Семинар для фермеров Ларежского района проводится в этом году уже третий раз. Финансовую поддержку оказывает Национальное агентство по развитию села.